привет всем друзья на связи андрей жариков и сегодня у нас будет интересная встреча мы общаемся с олегом ульяновым который является бизнес-партнером платформы geek os о которой он расскажет чуть подробнее привет олег да и у нас также на связи денис калачев который делает перевод на жестовый язык язык для наших глухих партнеров приветствую дорогие друзья андрей денис всем привет и я предложил олегу созвониться и пообщаться на тему платформы geek os почему потому что за последние месяцы золото стало можно сказать бить исторические рекорды стало очень хорошо расти а как раз основное направление компании geek os это и есть золотые слитки и вот пожалуйста олег расскажи для наших подписчиков как давно ты сотрудничаешь с компанией и собственно свои вот мысли по поводу роста курса золота хорошо благодарю андрей благодарю что пригласил пообщаться для меня это всегда интересная тема золото деньги это всегда интересно актуально что касательно золота то золото да действительно очень сейчас растет в цене если мы посмотрим статистику сейчас вот я специально подготовил так сейчас я включу демонстрацию секундочку так можно мне включить андрей демонстрацию мне тебя надо будет назначить организатором да сейчас минуту да окей сейчас я включу демонстрацию так включаем сейчас секундочку и так вот здесь да я подготовил специально взял официальную статистику вот сегодняшние цены у нас да 1670 евро я в евро беру потому что я в европе мне в евро удобней 1670 евро за унцию получается текущая цена если мы возьмем цену 10 лет назад я объясню сейчас почему 10 лет назад я беру такую цену 906 ну примерно 906 то есть еще раз смотрите 1670 906 это примерно 1,8 почти два раза да и если мы возьмем статистику прошлого года август месяц также ну примерно 1300 1300 1300 в прошлом году и сейчас тысячу ну 1670 берем то есть как видите рост скажи пожалуйста это смотри это цена какой единицы золота мы это за унцию то есть обычно цена за унцию унцию да для опять же не все знают унция сколько это грамм унция это тридцать один запятая одна десятая тридцать один грамм то есть такая стандартная мера веса драг металлов там драгоценных камней обычно в унциях но кому-то удобнее в граммах там не принципиально это в унциях то есть для чего это показываю чтобы было видно как идет динамика роста цен на золото то есть если на этом сайте нет графика потому что вот я визуал например мне удобнее видеть в виде графика так на этом по-моему нет просто вот вот этот сайт вот то есть здесь как бы рекламка lbma gold price fix то есть официально можно посмотреть с графиками на сайте китка точка ком давай зайдем сайт но я заходил почему-то то ли они обновляют что ли что то вот этот вот вот эта часть не работает почему-то вот где графики где статистика но там кстати интереснее может быть там обновляют там день-два и заработает рекомендую туда зайти посмотреть просто всем вот кто нас там смотрит слушает это интересно kitko.com сайт там есть исторический чарт чарты дата historical чарты дата ну вот туда зайти посмотреть то есть там если не ошибаюсь 1975 года то есть четкая статистика и даже по-моему раньше было что-то с 1870 что ли что ты тогда мы в принципе вот эту информацию из таблицы все посмотрели что ты хотел показать да 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 ага ты тогда демонстрацию открою останавливаем да чтобы мы тебя тоже хорошо видели так вот за 10 лет но практически почти в два раза поднялась цена я думаю скоро она поднимется еще существенно потому что буквально вот не то что последние последние так несколько недель цена существенно растет до золота почему я сравнил за 10 лет потому что я начал приобретать потихонечку для себя золото 10 лет назад тогда это еще не была платформа гигуэс вот о которой ты сказал андрей да это был маленький интернет магазин да он был со своей партнерской программы то есть там можно было зарабатывать но это об этом мы потом отдельно то есть сегодня мы только золоте 10 лет назад то есть я еще помню вот я вам показал за унцию эта цена также в граммах я помню что цена была 28 евро за грамм 28 сейчас цена перешагнул уже 51 евро за грамм так у меня да есть открылся да вот как раз статистика с 2001 года то есть практически за 20 лет то есть вот получается 10 лет назад это мы берем где-то 2010 год то есть получается вот здесь да потом было некое снижение это 2013 2014-2015 и вот мы сейчас находимся как раз на вот этом пике да то есть видно прямо на графике что это действительно исторический максимум ну я думаю что это еще не максимум дождемся ну я имею ввиду максимум на данный момент да да абсолютно абсолютно верно с чем прежде всего связан рост цен на золото либо там ну как бы как такового снижения нет если мы посмотрим с 2001 года все равно цена растет да естественно во много раз то есть чем это связано скажем пока в экономике и в мире все спокойно но относительно спокойно цена на золото ровная да как только начинается что-то не совсем хорошее в мире в экономике цена на золото всегда растет то есть это закономерно почему потому что золото это реальная вещь это реальная ценность да которая ну актуальна в любые времена особенно в неспокойные времена то есть люди это понимают все понимают не только простые люди это понимают правительство это понимают бизнесмены и так далее поэтому как только чувствуется какая-то неспокойная неспокойная ситуация в мире сразу цена на золото растет наш спрос повышается вот поэтому сейчас как вы видите чтобы нам не говорили что как говорится в багдаде все спокойно но это не так то есть цены на золото говорят об обратном что спокойствия как раз никакого нет и стоит об этом задуматься ну опять же да вот факты таковы что с этим ковидом там с этими всеми мероприятиями ограничениями да экономика просела во всех странах абсолютно во всех без исключения да хоть там развитые хоть неразвитые страны на примере европы это тоже наглядно видно допустим я сейчас живу в испании да это видно то есть я вижу что в городе закрылись некоторые там какие-то рестораны допустим и так далее именно по этой причине вот что будет дальше посмотрим но в любом случае я просто всем рекомендую делать какой-то резерв в золоте там как хотите расценивайте на черный день на белый день но такой резерв лучше делать мы когда начали трансляцию денис тебя спросил те слитки которые у тебя за спиной это настоящая ли картинка а вот эти нет нет это картинки просто это такой фон у меня красивый я люблю золото а настоящие слитки я вам покажу с удовольствием то есть те слитки которые можно покупать через платформу гигу с то есть у нас европейские производители есть вот такие хироэлз это германия это вот слиток сколько грамм ты показываешь вот у меня все 50 граммов 10 граммовые вес одинаковые качество одинаковые высшие качества 4 девятки отличается только производитель упаковочка это вот германия производит хироэлз вот эти есть швейцарские и вот эти собственные брендовые слитки которые производит global intergold гиг то есть это как бы платформа их детище вот такие собственные брендовые слитки с 2015 года производит global intergold вот реальные сертифицированные золото все причем сертифицировано lbma сертифицировано дубайской товарно-сырьевой биржей нью-йоркской чикагской биржей то есть золото который котируется во всем мире вот реальное золото поэтому запасик такой настоятельно всем рекомендую делать ну даже скажем простой логичный аргумент золото никому еще не помешало никогда да поэтому делайте такой запас мы уже упоминали вот допустим у тебя за спиной слиток а над ним написано global intergold вот а мы говорим о платформе гиг о с вот поясни для наших зрителей с чем связано переименование но в свое время я еще начинал когда в 2010 году покупать слитки и скажем партнерская программа была это была компания emirates gold exchange сокращенным gold в 2010 году то есть 10 лет назад это был маленький интернет магазин который начинал с торговли дубайскими слитками то есть дубайский завод emirates gold афинажный завод то есть начинали торговать они теми слитками потом перешли на европейские это был маленький маленький интернет магазин но со своей хорошей партнерской программы интересной то есть тоже там можно было зарабатывать в 2015 году когда количество клиентов где-то перевалило там за наверное полтора миллиона уже за пять лет такое развитие пошло хорошее было принято решение полностью реорганизовать скажем интернет магазин этот бизнес то есть можно сказать такой ребрендинг сделали мощный то есть много чего поменялось сама поменяли но поменялась платформа интернет магазина название там программы новые добавились там много чего там поменялась сама структура если раньше это была просто одна фирма одна компания дубайская зарегистрированная в дубае маленький интернет магазин то через пять лет это уже стала не одна компания это группа компаний гиг global intergold такое название другая структура совсем то есть много много чего поменялось вот все кто все клиенты покупатели кто хотел они перешли на новую платформу повторюсь никто ничего не потерял потому что я видел некоторых таких но недалеких комментаторов скажем так в интернете которые пишут полную чушь что кто-то там что-то потерял где-то абсолютно ничего никто ничего не потерял наоборот и с 2015 года вот как я показывал да global intergold начал выпускать собственные золотые слитки опять же прошло некоторое количество времени ну практически там четыре года мир опять поменялся то есть сейчас мир очень быстро меняется меняется подход к бизнесу и так далее и руководство приняло решение то есть перейти уйти вот от этой скажем от этой идеи интернет магазина то есть перешли вообще к реализации идеи платформы онлайн платформы то есть в чем отличие если раньше был просто интернет-магазин онлайн магазин да то сейчас это онлайн платформах которые можно подключать неограниченное количество интернет-магазинов, любых. То есть по такому принципу работает eBay, Amazon, AliExpress, да, то есть это все платформы, к которым подключаются интернет-магазины, и через эту платформу можно в этих магазинах что-то покупать. Но у нас разница в том, что GigOS, это вот новая платформа, которая в декабре 2019 года стартовала, эта платформа занимается исключительно драгметаллами. То есть к платформе можно подключить те интернет-магазины, которые торгуют драгметаллами. А, понятно. То есть это направление, которое... То есть получается внутри этой платформы можно будет покупать не только в определенном интернет-магазине, а в разных, да? Ну, сейчас у нас один интернет-магазин только подключен, то есть подключают надежные, проверенные, которые, ну, скажем, себя зарекомендовали, и только слитки, пока только слиточки. Вот, потому что, ну, традиционно вот 10 лет это было, к этому все клиенты привыкли. Планируется добавить, возможно, будут монетки золотые, это тоже интересно, красиво. И, скорее всего, добавят еще ювелирные изделия. А, понятно. То есть это будет все расширяться. Платформа, почему, на мой взгляд, правильно и интересно, что неограниченный потенциал для развития. Просто неограниченный. В этом плане хорошо. Платформа, что... Сама платформа не торгует золотом, то есть торгуют те магазины, которые к платформе подключены. Сама платформа оказывает услуги. То есть какие услуги это? Услуги в покупке, хранение, кстати, бесплатное хранение. Что еще там, да, своя партнерская программа есть. То есть, ну, там много-много чего интересного. Основное, что, на мой взгляд, хорошо для покупателей, это подписка. То есть такая разновидность услуги, подписка. Ну, сейчас подпиской никого не удивишь. Там на том же Ютубе подписка, везде там подписки и так далее. То есть что дает подписка? Она дает некие определенные льготы, скажем так. Вот подписка на GeekOS дает право покупать слитки на 8% ниже текущей цены. То есть такая привилегия. Понятно. Ты платишь не сразу, а частями каждый месяц, да? Да. У нас есть такая возможность, буквально недавно вот ее добавили. Значит, нет, можно покупать сразу, без подписки. Одна цена, ну, то есть текущая цена с подпиской на 8% ниже. Затем, буквально недавно добавили интересную возможность, что можно покупать мелкие слиточки, маленькие, да? А потом, допустим, обменять на один большой 100-граммовый слиток. То есть для чего это сделано? Клиенты часто, скажем, спрашивали, что выгоднее покупать 100-граммовые слитки. Да, понятно. Почему? Потому что грамм золота там, скажем так, дешевле стоит. Ну, понятно. Это получается, как обычный принцип, оптом дешевле. Ты как бы оптом покупаешь. Совершенно правильно, да. Выгодить 10 слиточков и обменять на один большой. Но, скажем так, там возникает не очень выгодная ситуация, разница в цене на мелкие, на большие. Так вот, что предлагается для партнеров платформы GIGOS? Вот эту разницу в цене компенсируют золотым слитком. То есть, чтобы клиент ничего не терял, ему еще в довесок дают слиток золотой. В нагрузку золота тебе дадим. В нагрузку. Такой приятный бонус, чтобы клиент не терял в цене. То есть это очень, ну, как бы крутые условия. И постоянно вот что-то, какие-то интересные такие новинки в плане вот возможностей новых, каких-то удобств покупки для клиентов. Постоянно что-то вот это вот внедряется. Скажи, пожалуйста, наверняка многим также интересно понять. Вот у тебя на руках есть физический слиток. И, допустим, вот если тебе понадобились деньги, то есть что тебе нужно сделать, чтобы, например, как ты, можешь ли ты этот слиток продать обратно компании, чтобы компания выкупила? Или что ты можешь сделать? Сейчас на платформе такого нет у нас. То есть, если, скажем, клиент, покупатель купил золото, все, пусть забирает, оно его. Дальше, если деньги понадобились, можно продать. То есть большое количество фирм, которые покупают, продают золото, банки. Ну и в России, допустим, я точно сейчас не знаю, там Сбербанк покупает, наверное, еще какие-то банки. Можно продать ювелиром, можно продать в ломбард. Самый простой вариант элементарный. Цыганам продайте. Купят с удовольствием. С удовольствием. А вот скажи, пожалуйста, сразу уточняющий вопрос. Вот ты упомянул, там есть некий сертификат. То есть, если мы отнесем золото в ломбард, я так понимаю, они будут проверять настоящий этот слиток, то есть само золото, а вот этот сопровождающий сертификат, он что дает? То есть сотрудник банка увидит сертификат и уже точно знает, что это настоящий? Или банки все равно проверяют? Ну, сертификат, как таковой в бумажном виде, это уже какой-то пережиток далекого прошлого. Сейчас сертификат вот здесь, сразу на упаковке заводской. А, на упаковке. Да, прямо на упаковке. То есть, каждый завод, который сертифицирован Лондонской ассоциацией рынка драгметаллов, так называемый LBMA Good Delivery, то есть так это называется. И каждый завод, то есть он имеет свою сертификацию и вправе ставить сюда, что есть сертификация LBMA Лондонской ассоциации рынка драгметаллов. То есть все, он запакованный, значит, это настоящее золото, качественное, все нормально. Но в любом случае могу сказать, что на слово никто не поверит никакой бумажке, никакому сертификату вот здесь, да, оно есть. Если, скажем, мы придем продать слиток, да, или там много слитков, то их все равно будут проверять. Ну да. То есть сейчас не надо открывать упаковку, пробовать золото на зуб или как-то, то есть это не надо делать, сейчас все делается приборами. Ну да. Вот, в свое время, допустим, я когда покупал дом в Испании, да, то есть я продал золото и, соответственно, деньги эти мне сюда перевели для покупки дома. Вот, значит, фирма, которая покупала это, да, переводила деньги потом от покупки, то есть там есть специалисты по золоту, по драгметаллам. У них есть приборы специальные, то есть как это выглядит. Ну, во-первых, точные весы, то есть каждый слиточек взвешивается. Затем специальный прибор, который показывает плотность металла и что это за металл, да, то есть это, ну, такой прибор или крышка открывается, но они разных модификаций, да, то есть туда слиток положили, закрыли, там несколько секунд, все, вся информация, что это за металл. Вот, поэтому всегда это все проверяется, все контролируется. Слушай, а ты, наверное, слышал, были такие скандалы, что, по-моему, в Китае обнаружили там партию поддельных слитков, они были сделаны из вольфрама и только снаружи было золотое покрытие, да. Казалось бы, сейчас и оборудование есть, вот это вот. Или это кто-то из работников банка в Тихомолку там сделал подделки и на полочку положил? Ну, могу сказать, что такую подделку вручную сделать невозможно, то есть это нереально. Ну, во-первых, это только, скажем так, промышленное производство, вручную на коленке выковать такое нельзя. Во-первых, сам, скажем, сердцевина вольфрам, да, это достаточно интересный металл, тугоплавкий, и чтобы сделать поддельный, скажем, такой слиток, да, это надо рассчитать, это надо выплывить определенный вес, объем и так далее. Потому что, да, ты говоришь про плотность, у меня сразу в голове, но ведь вольфрамы, золото, они, может, и похожи, но все равно разные. Конечно, то есть приборчик, который вот проверяет плотность, он в любом случае покажет, что это неоднородный металл и так далее. Да, такие скандалы были, я думаю, еще будут, скорее всего, потому что за золото сейчас начали драться уже страны, правительство. Вот, и еще такие скандалы мы увидим и услышим наверняка, связаны с тем, что, ну, скажем, мое мнение, то есть то золото, которое было там на хранении, его куда-то дели, ну, либо по карманам условно, либо куда-то еще, да, чем-то надо было заменить, отчитаться, ну, обычной махинацией. Ну, с маленькими слитками, с небольшими, такие фокусы, они не проходят, потому что нет смысла это делать, маленькие слитки. Ну, смотри, получается, ты уже инвестор в золото с 10-летним стажем, да? Поправочка, сразу, сразу оговорюсь. Так. Не бывает инвестиций в золото. А. Не бывает. То есть это для вот, для всех, кто нас смотрит, слушает, да, то есть, да, есть такое словосочетание инвестиций в золото, там, инвестор в золото и так далее. Оно не совсем корректное, не совсем правильное, потому что закон, то есть я как юрист, как адвокат по профессии, я ориентируюсь всегда на законы, да. По законодательству нет инвестиций в золото, то есть в физическое золото инвестиций не бывает. Есть инвестиции ценной бумаги, то есть акции ценной бумаги, земля, недвижимость, предприятие, как имущественные комплексы, банковские счета и вклады. Все, ничего другого нет. Бывает, ну, где-то в интернете, можно встретить там на ютубе, инвестиции в золото. Два варианта. Либо это безграмотный человек сделал, написал, сказал, либо второй вариант, что предлагают инвестиции не в золото, а в обезличенные металлические счета. То есть инвестиции в банковские счета и вклады, а безличный металлический счет, но там золота нет. То есть это просто счет, который к цене привязан, все. Вот, поэтому, если мы хотим... Правильнее сказать, что ты покупатель золота с десятилетним стажем, да? Да, покупатель, вот это, наверное, правильно. Инвестиции, это не совсем грамотные, скажем, инвестиции в золото, не совсем грамотное словосочетание. Любой инвестор, то есть инвестор, реальный инвестор, который там занимается ценными бумагами, может быть, и так далее, да? Любой грамотный инвестор 10, 15, может быть, и 20 процентов, да, всегда размещает в золоте. То есть, условно, 85 процентов у него где-то в акциях, там, в облигациях, а процентов 15 он держит в золоте, в реальном золоте, в реальном. То есть, для чего? На случай каких-то потрясений. Вот как, ковид какой-то грянул, да, раз, рынки, финансовые рынки на 25 процентов обвалились за неделю. Обвал на 25 процентов, то есть, для финансистов это катастрофа. 25 процентов обвал, это шок полнейший. Золото нет, золото продолжило расти в цене. Все нормально. То есть, да, где-то инвестор потерял на ценных бумагах, возможно, но золотом он эти потери легко компенсирует. Поэтому золото надо рассматривать как инструмент сохранения, как инструмент сбережения. Там, финансовая подушка безопасности, как хотите, там, накопление на светлый день, золотой пенсионный фонд, как хотите. То есть, вот золото для этого идеально подходит. Ты упомянул, что компания еще предоставляет услугу хранения. То есть, не обязательно получать золотой слиток прямо к себе домой, можно его где-то хранить. В каких случаях это выгодно и оправдано? Ну, на мой взгляд, оправдано всегда, потому что хранение у нас бесплатное. Раньше, допустим, гиг, который был интернет-магазин и платформа, там было платное хранение. Небольшая сумма, там, копейки, но все равно как-то было платное. Сейчас платформа бесплатно это делает для своих клиентов. Сразу вопрос, а в какой стране, в каком месте они хранятся? Это в Европе. То есть, сейчас это Швейцария, Испания, Германия. То есть, у платформы есть свои договоры с, скажем так, с фирмами, с компаниями, которые профессионально занимаются хранением. То есть, это не банки, это не банковские ячейки, потому что банковские ячейки, это ненадежно. Это фирмы, которые профессионально занимаются хранением. То есть, там есть хранилище, там сейфы и все как полагается. Но, если я правильно понимаю, например, если у тебя на хранении слитки, при желании ты можешь затребовать, чтобы их выслали по твоему физическому адресу, да? Конечно. То есть, скажем, клиент заходит к себе в персональный кабинет, в бэк-офис так называемый, да, делает заказ, почтовая доставка. Но единственный минус, что не во все страны, возможно, почтовая доставка. Не во все страны. Не во все. По Европе без проблем, то есть, тут никаких ограничений нет. В некоторых странах есть ограничения на почтовую пересылку драгметаллов. То есть, закон не разрешает это делать. Ну, понятно. Именно почтой. Я так понимаю, Россия тоже к числу таких относится. Да, к сожалению, да. Поэтому вот клиенты, скажем, из таких стран, куда невозможно почтой отправить. Они должны выехать. Человек должен выехать. Либо приехать, да. То есть, сейчас у нас есть клиентский офис в Барселоне. Именно в Барселону, там в центре города. Можно приехать, то есть, заранее согласовать дату. Ну, все там, то есть, все это не спеша можно сделать. Приехать, забрать. То есть, все официально подтверждается с документами. Все как нужно в плане, там, пересечения границ, таможен и так далее. Никаких проблем. Кстати, вот по поводу ввоза-вывоза тоже можно иногда увидеть странные комментарии какие-то. Якобы там нельзя чего-то ввозить, вывозить. Полный абсурд. Все можно, все разрешено давным-давно. Единственное, есть ограничения. По Европе сколько хотите можете ввозить. По России, допустим, если ввозить, то без пошлино и без налогов можно ввезти на, если я не ошибаюсь, на 25 тысяч долларов. То есть, в эквиваленте. То есть, золото. Это провоз через границу, да? Да, да, да. То есть, это без пошлино и без налогов. Ввезти можно хоть сколько угодно. Хоть 100 килограмм ввезите, но есть определенная, скажем, граница, которая без пошлино и без налогов. Ну, я понимаю, да. Все, что выше, надо будет там уже пошлино и налоги. Поэтому проблем никаких нет. То есть, скажем, из Москвы до Барселоны, я не знаю, сколько там, 4 часа, 3-4 часа лета. Билет, может быть, стоит там 200-300 евро туда-обратно. Ну, и, скажем, если клиент забирает, допустим, условно, там на 25 тысяч, возьмем на 20 тысяч евро забирает свое золото, ну, я думаю, 200-300 евро он найдет. Нет проблем. Смотри, значит, поскольку в компании присутствует матричный маркетинг, так называемый, вот ты упомянул, что в интернете могут встретить некоторые там критику или негативные отзывы. Я так понимаю, эти отзывы связаны больше с тем, что человек вступил, то есть занял свое место вот в этой матрице, но если он не делал никаких телодвижений и в матрице ничего не происходит, как бы у него это место есть, но ожидаемые прибыли он не получает. Наверное, вот с этим связан, ну, негатив определенный. Ну, первый важный момент. На GeekOS присутствуют все три вида маркетинг-плана, которые вообще в мире есть. Это самый такой, скажем, старый, проверенный и надежный, это MLM, Multi-Level Marketing. Линейный маркетинг. Есть бинар, который адаптирован под другую программу, он называется Fractal, потому что по фрактальному принципу, но все равно две ветки, бинарный. И есть матричный, то есть все три. Бинарный, матричный и MLM. Все три маркетинг-плана. То есть MLM никого не пугает, как бы к этому давно привыкли, то есть там 50-60 лет этот маркетинг-план существует в мире, там многие известные компании пользуются таким маркетинг-планом. Бинарный маркетинг-план, в принципе, тоже никого не удивишь. А вот матричный, это немножко новое, хотя он появился примерно 15 лет назад, такая разновидность маркетинг-плана, как матрица. До сих пор есть такие недалекие люди, которые почему-то им мерещатся там финансовые пирамиды или что-то, я таких комментаторов видел в интернете. Вот. И интересно, что, скажем, как маркетинг-план, если рассматривать, да, то любой маркетинг-план предусматривает вознаграждение за результат определенный. То есть какая-то работа, не просто работа, а результат, то есть работать можно, вот лошадь или слон, он тоже работает, но должен быть результат какой-то, да. Так вот, любой маркетинг-план оценивает результат. Сделали результат, вот такое вознаграждение, да. Почему-то вот такие комментаторы из интернета, они путают это с пирамидой. В пирамиде никакой результат не нужен, там вообще никого приглашать не надо, ничего рекомендовать не надо. В пирамиду деньги принес, все, сиди, жди чудо, жди свои проценты, когда там тебе что-то дадут. Вот. Маркетинг-план в товарной компании, там вообще другое. Там надо работать, прикладывать усилия, вот. Поэтому не надо путать с пирамидой. И правильно, как ты сказал, Андрей, что если человек пришел, то есть для чего маркетинг-план? Чтобы зарабатывать дополнительно, там деньги зарабатывать, бонусы и так далее. Человек пришел зарабатывать, но он ничего не делает. Результата нет, вознаграждения нет. Поэтому справедливо. Это примерно как человек пришел, устроился на работу, неважно кем, да. Устроился на работу, месяц просидел, ничего не сделал вообще, ничего, результата ноль. Может, даже на работу не ходил, через месяц приходит и говорит, эй, шеф-директор, а где моя зарплата, где мои деньги? Ну, извините, вы же ничего не сделали. Ну, да. Ну, кстати, вот на наемной работе-то как раз человек может на халяву там получать зарплату, а вот в сетевом маркетинге, если ты ничего не будешь делать, то, скорее всего, ничего и не заработаешь. Ну, не совсем так. Скажем, ну, про обычную работу, да, можно что-то там как-то сделать, видимость работы и получить за это какую-то зарплату. Сетевой маркетинг, ну, такое общее понятие сетевой, да, сетевой маркетинг, потому что он есть не только сетевой, есть еще и прямые продажи, да, то есть директ-сейлс, прямые продажи и нетворк-маркетинг. Вот. Если мы говорим именно вот о сетевом маркетинге, то все зависит от того, какой маркетинг-план предлагается клиентам, дистрибьюторам, да. Есть, допустим, компании, которые предлагают, ну, какой-то один маркетинг-план, в котором тяжело заработать. Например, я не буду говорить название, очень известная компания, там 60 лет, наверное, работает на рынке, очень известная, американская, крутая, солидная компания. Там один маркетинг-план MLM, мульти-левел маркетинг. Чем хороший этот маркетинг-план? Шикарный, проверенный, все работает. Но там новичку очень тяжело зарабатывать, очень тяжело. То есть пока, ну, скажем, новичок выйдет на какой-то там ощутимый финансовый результат, ну, по крайней мере, вот чтобы ему хватало на месяц прожить, вот занимаясь, ну, скажем, MLM, денег хватало на месяц. Это очень много и упорно надо работать. Но зато MLM хорош на перспективу. Если там год, два, три, пять, десять лет этим заниматься, именно MLM, такой маркетинг-план, о, дальше там отдача шикарная. Чем вот интересно, чем мне нравится маркетинг-план на GigOS на платформе, что там все три, все три работают вместе. Да, есть MLM, который на перспективу, есть матрица, которая быстро позволяет зарабатывать, очень быстро. Но на перспективу это не очень такой эффективный маркетинг-план. Но зато быстро можно. То есть человек пришел за неделю, первый результат, класс. Бинар тоже быстро. Поэтому, на мой взгляд, вот комбинация вот этих трех маркетинг-планов, она дает классный результат. Быстро можно заработать. И используя MLM на перспективу. То есть у нас есть, скажем, бизнес-партнеры, которые два, три, пять лет занимаются, десять лет занимаются, да? И результат шикарный. То есть те, кто занимается там три, пять лет больше, да, они уже не работают. Они не работают в привычном понимании слова. Не ходят на работу, им это не надо. То есть доход идет от маркетинг-плана вот этого. Я правильно понимаю, что человек может быть просто клиентом, то есть приобретать золотые слитки для себя, там никого не приглашая. А если он хочет продвигать, он участвует уже в маркетинг-плане как партнер и зарабатывает по партнерской программе. Совершенно верно. Причем, скажем, вот сейчас на платформе GeekOS там есть три таких статуса, скажем. Просто клиент-покупатель, который просто зашел, купил по текущей цене. Есть подписчик, то есть это уже статус повыше. Подписчик имеет определенные привилегии, в том числе и финансовые, по льготной цене. И самый высокий статус – это бизнес-партнер, который получает все вот это от клиента до подписчика и выше. И плюс еще имеет право участвовать вот в партнерской программе, то есть получать бонусы. То есть любой вариант, какой нравится. Я знаю, что я сейчас подумал. Вот есть компании, которые продвигают какие-то продукты для здоровья, косметику. Но бывает такая ситуация, что лидер для выполнения каких-то квалификаций, ему приходится большое количество этих продуктов закупать. И в результате есть такая проблема затаривания, да, что вот у него уже много этой косметики и продуктов, она еще портится вдобавок. Я сейчас подумал, что золото в этом плане классный продукт, что я уверен, никто совершенно не против затаривания, да, если у тебя его много накопится, и оно никогда не испортится. Ну, наоборот, растет в цене. Да, да, да. Ну и второй плюс, что на платформе GIGUS нет никаких обязательных закупок. То есть ничего там закупать не нужно. Вот, каких-то ограничений по времени, там что-то этого тоже нет. То есть, пожалуйста. Ну, а если мы говорим про подписку? Ведь подписка, я так подразумеваю, что ты обязуешься каждый месяц оплачивать какую-то сумму. Или как это происходит? Не-не-не, у нас подписка работает по-другому. То есть, что дает подписка? Подписка дает право. Есть четыре разных подписки. Они стоят по-разному, разная стоимость у них и разное количество грамм, которые можно купить по льготной цене. Ну, например, самая, скажем, такая минимальная. 235 евро стоит подписка, дает право купить в течение года 200 грамм. Ну, то есть, либо количество 200 грамм, либо срок в год. То есть, что быстрее. Например, клиент купил, там, условно, за неделю 200 грамм. Все, его подписка кончилась. Либо он эти 200 грамм, там, в течение года может купить. Пожалуйста. А, то есть, такого требования, что вот такого-то числа каждого месяца ты должен платить? Нет, нет, нет. Такого нет. То есть, здесь уже клиент сам смотрит. Вот у него подписка действует год. Максимум год. Если он купил свои, допустим, граммы, которые хочет по льготной цене быстрее, нет проблем. То есть, минимально, вот как я говорил, 200 грамм можно, максимально килограмм. То есть, такие подписки. А давай я сейчас прямо запущу экран. Я зашел сейчас в свой кабинет. И как раз мы можем вот это посмотреть. Так, вот. Да, с удовольствием. То есть, значит, вот я зашел в раздел подписок. И здесь как раз мы видим вот 200 грамм, то, что ты говоришь. А что такое 14 дней? А, это фиксация цены на 14 дней. Ну и 14 дней еще есть право на отказ от подписки. То есть, например, подписчик оплатил подписку, но завтра передумал. То есть, ну, 14 дней. То есть, такой, скажем, стандартный срок по закону о защите прав потребителей. То есть, клиент, подписчик может отказаться, и в этом случае ему делается возврат. А вот смотри, здесь написано плюс НДС. НДС – это какой страны, получается? Ну, здесь как бы руководство платформой всегда смотрит, где это выгоднее. Могу сказать такую интересную вещь. То есть, когда платформа запустилась, НДС у нас был 19%, по-моему, если не ошибаюсь. Сейчас 7%. Ага. То есть, есть некоторые страны, в том числе европейские. Да, с льготным налогообложением, да? Да, льготное налогообложение раз. И второй важный момент, то есть, ну, все знаете, да, что некоторые страны снизили ставки налогов, вот в связи с ковидом, да? В том числе у нас быстро, скажем, руководство отреагировали, финансисты, вот предложили вариант. Ну, для клиента это выгоднее. То есть, зачем переплачивать 20%, если есть гораздо более выгодные условия. Ну, вот. Понятно. Компания сама юридически где зарегистрирована? Ну, надо понимать, что, скажем, ГИК УС – это платформа, да? А ГИК – это группа компаний, это не одна компания. Управляющие компании, которые занимаются управлением платформой, она зарегистрирована в Лондоне. То есть, это английская компания, и она занимается управлением. То есть, есть компании, которые, скажем, там, дилерские, занимаются только золотом. Там есть юридическая компания, какая еще есть, там, которая логистикой занимается, обслуживанием клиентов, ну и так далее. То есть, это несколько компаний, это не одна. Угу. Понятно. Управляющие в Лондоне. Понятно. Ну, согласись, что тебе, наверное, приятно ощущать, что ты уже начал покупать золото 10 лет назад, так сказать, за делом на будущее. И сейчас видишь, что уже там крупные фонды, компании, даже целые страны уже наращивают золотой запас. То есть, образно говоря, следует примерно, ну, тому же тренду. Как говорится, ты, образно говоря, ты эту перспективу еще 10 лет назад увидел, да? А они сейчас начинают видеть в этом смысле. Ну, почти, почти что так, Андрей. Потому что я как раз увидел, я понял, да, в свое время, именно на статистике покупок золота правительствами, то есть, разными странами, да? То есть, ну, вот, я не знаю, сейчас как-то в новостях может быть не очень, а раньше, там, год, два, пять лет назад, да, постоянно в новостях. Там, Центробанк нарастил запасы золота, еще купил, там, 10 тонн, там, опять нарастил, еще 20 тонн купил, да? Такое было и 10 лет назад. Точно так же все было, да? Тогда я вот, когда только-только начинал, да, я задумался, почему страны покупают золото, но простым людям об этом не говорят. Странно, да? Стал анализировать, что, почему, как и так далее. Тогда еще в Германии жил, да? Вот в Германии, кстати, немножко по-другому ситуация. Там не кричат, конечно, на каждом углу об этом, но очень часто где-то, там, по телевидению, где-то в каких-то газетах, журналах частенько такие проскакивают моменты, что, дорогие граждане, да, немцы, покупайте драгметаллы. Золото, серебро покупайте. Это надежно, это классно, это хорошо. Да, я говорю, нет там каких-то плакатов, там, растяжек над проспектами. Такого нет, да? Но людей потихонечку все равно так вот приучают, что покупайте драгметаллы. Ты знаешь, у меня воспоминания молодости, скажем так, 90-е годы, в начало 90-е, когда была жуткая гиперинфляция в России, цены просто там чуть ли не каждый день росли. И мне очень запомнилась сцена. Был ювелирный магазин и огромная очередь. Потому что вот я прекрасно понимаю, что в случаях вот такой финансовой паники, когда люди видят, что они утром проснулись, а у них уже деньги стоят меньше, чем там, но ночь назад, чем вчера, да, они бросаются как раз вот в драгоценные металлы. Пусть это не золотые слитки, хоть ювелирные украшения, хоть что-то купить, да? Ну, я помню, как раз вот в 90-е, когда вот эта вся эта неразбериха была, когда, собственно, рубли, ну, даже и доллары, тогда еще евро-то не было, да, доллары особенно так никого не интересовали, да, когда вот, правильно ты говоришь, дикая инфляция, когда, я помню, тогда еще занимался в России, когда жил, занимались торговлей, вот эти вот палатки, там только-только вот все это зарождалось. Когда мы приезжали на оптовый рынок, да, пару часов мы там ходим, вот этого купили, этого купили, этого купили. Через два часа идешь, уже цены другие стоят, уже выросли. Это прямо на глазах было. Так вот, реальный случай, когда человеку предлагали шикарную квартиру в Питере, в центре, где-то там, ну, с видом все, там, с высокими потолками, шикарная квартира, за килограмм золота. Ого. Вот, то есть, реальная ситуация. Говорят, нет, ни доллара, ни рубли, килограмм золота. В некоторых странах, допустим, по-моему, Вьетнам, мне кажется, вот там расчеты за недвижимость только в золоте. Прямо фиксации цены, не цены, вернее, а количества. Ты знаешь, кстати, вот опять же, то, что золото так активно растет, уже более того, крупные инвестиционные фонды, типа фонда Уоррена Баффета и другие, уже открыто начинают там своим клиентам, своим инвесторам тоже рекомендовать переводить активы в золото. Да, то есть, ну, для меня это сигнал чего? Что то, что в мировой экономике происходит, там много раз вот говорилось, что там, по сути, доллар — это огромная пирамида мировая, да, построенная там уже сколько? 100 лет назад, как мы знаем, до 1971 года, 1971 доллар был обеспечен золотом, потом они это отменили. И все больше людей понимают, что, ну, по сути, это пустышка, то есть, и они начинают, как бы, переходить во что-то более реальное. То есть, вот к чему и приводит вот этот спрос на золото и рост его стоимости. Ну, более того, могу сказать, что это уже не просто какие-то слухи, да, это реальные разговоры, то есть, там где-то в высших, как говорится, кругах, что, ну, я думаю, уже и подготовка. Судя по некоторым таким косвенным признакам, подготовка идет в полный рост, что хотят сделать три основных валюты, которые будут обеспечены золотом, реально. То есть, можно сказать, вернуться к золотому стандарту, да? Совершенно правильно. То есть, три валюты, которые будут обеспечены золотом, ну, реальными вещами, не как сейчас, как ты говоришь, что-то там надутое, надуманное и придуманное. Три валюты. Советский рубль, доллар, золотой доллар, не который сейчас, фресный, нет, это резаная бумага, а золотой доллар и песо золотой. Вот, три валюты хотят сделать. Ну, посмотрим, как будет в реальности. Понятно, если, конечно, будут обеспечены валюты золотом, это будет классно. Это стабильно, это надежно, это без банковских процентов, без грабительского. То есть, для обычных людей это гораздо лучшая жизнь. Понятно. Ну, в любом случае, когда твой золотой запас хранится у тебя дома, ты чувствуешь себя более безопасно, да? Да. Ну, может быть, не дома, вот, где-то в надежном каком-то хранилище, там, в пределах досягаемости, условно. Вот, потому что дома сейчас тоже не совсем безопасно у многих бывает, то есть, бывают какие-то города небезопасные даже целые страны, вот. А надежные хранилища где-то в Европе. Вот, кстати, Андрей, по поводу хранения, да, ты уже упомянул, вот, хранение, если, скажем, вот, к примеру, клиент из России, покупатель, да, золото у него где-то хранится, к примеру, в Германии, допустим, или в Швейцарии, ну, как я говорил, Испания, где вот платформа GGS, Испания, Германия, Швейцария. Хорошо это или плохо? С одной стороны, кто-то скажет плохо, но это пока ехать надо, пока заберешь, а с другой стороны, это хорошо, то есть, пусть оно лучше там, подальше, где-то хранится, подальше, и про него никто не знает, и хорошо. Ну, да, главное, чтобы это хранилище не обанкротилось, как какой-нибудь банк обанкротится. Вот в этом, кстати, большой плюс вот таких сертифицированных хранилищ, что они не занимаются банковской деятельностью, то есть, они исключительно вот хранение, то есть, их лицензии на хранение и так далее, поэтому они не зависят... Слушай, я надеюсь, что охрана у них соответствующая. Ну, само собой, то есть, ну, там, как сказать... Туда не получится, лихие ребята на грузовичке не подъедут и не вывезут золото из них. Нет, нет, такие фокусы не пройдут, то есть, если бы вот, скажем, ну, вот, ну, как обычные люди понимали, видели современные системы охраны, как это работает, даже вот в кино что-то показывают, да, ну, кино — это кино, а то, что на самом деле, это гораздо интереснее и круче. Поэтому подъехать на грузовичке, там, условно, как в ковбойском фильме, там, ворваться с револьверами и сказать это ограбление, такое не прокатит. То есть, где-то там стены, четырехметровый бетон армированный, вот, и вход, скажем, в хранилище, три двери, которые вот такой толщины бронированные, то есть, там... Ну, понятно. Ну, понятно. Да, спасибо тебе большое за такое приятное, позитивное интервью. Может быть, через какое-то время, там, запишем следующее интервью, пообщаемся относительно, там, будущих новостей в компании GeekOS. С удовольствием. Может быть, Андрей, даже у подписчиков будут какие-то вопросы, пожелания, замечания. С удовольствием обсудим, ответим, расскажем. Да, друзья, если у кого-то возникли вопросы по платформе GeekOS, то в комментариях к этому видео, пожалуйста, задавайте эти вопросы, и, соответственно, мы их потом зададим Олегу. Олег, спасибо тебе большое. Денис, спасибо тебе за помощь в переводе.